Дорогая церковь, скажем слава нашему Господу! Бог дал нам сегодня этот прекрасный день. Я очень часто в воскресенье говорю такие слова. Мы нигде-нибудь в другом месте, но мы среди Божьего народа. Слава нашему Господу! Сегодня в служении уже третья проповедь, и участвуют гости. Хотя я не очень считаю себя гостем, потому что у одного духа. И мне очень хорошо, когда я в служении, я там сяду, и приятно быть в Божьей присутствии. Вспоминается одно событие, мы как-то были с группой молодежи в одной американской тюрьме. И после проповеди подошел один человек и говорит, мне сказали, он был русский, что вы здесь не живете. Я говорю, здесь всех, кто пришел, никто не живет. Здесь в тюрьме вы живете, братья и сестры. Мы все здесь гости. Текст Священного Писания, который я читаю, написанный в послании к филиппийцам. Первая глава, 27 стих. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я, и увижу вас или не приду слышать у вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь и ненадушно за веру евангельскую. Вы знаете, я в прошлое воскресенье попросил брата Анатолия, я говорю, я в понедельник уже улетаю домой на Украину. И если возможно, я хотел бы проповедовать, послужить еще Словом Божьим. И я долго молился и думал, Господи, что сказать? Я понимаю, что этот текст Священного Писания имел право сказать Павел, как апостол. Но я хотел бы для себя и для вас из этого текста взять некоторые слова, порассуждать о нашем благе, который мы имеем об Иисусе Христе. Написано, я прочитал текст Священного Писания, где Павел говорит, «Вы единодушно в одном духе подвязаетесь за веру евангельскую». В этом мире есть свой дух. И дух этого мира с Духом Христовым не имеет ничего общего. И это мы знаем. О духе этого мира не хочется сегодня с этого места даже говорить. Его мы слышим на работе. Его мы видим, этот дух, когда мы едем по дороге и встречаемся с людьми, которые руководимы духом этого мира. Но когда говорит сегодня об духе, который соединяет нас с вами, братья и сестры, о духе Христовом можно говорить многое, многое, потому что это бездна богатствия и славы Божьей, слава нашему Господу. И потому мы сегодня пришли перед Господним лицом, чтобы единым сердцем, едиными устами, в одном духе соединяясь с Ним, прославить Его Святое Имя, слава нашему Господу. И дальше Павел говорит, подвязаясь за веру евангельскую. Вы знаете, я в последнее время, не только я, но и все вы, я думаю, сталкиваемся в христианском мире с определенным учением, которое говорит, что прилагать усилия в служении Богу, сомневаться, когда ты спотыкаешься и уходишь от Христа, что можешь потерять спасение, не нужно, потому что ты спасен раз и навсегда. И вы знаете, я один раз услышал, думаю, ну, мнение одного человека. И в прошлую пятницу ко мне позвонил один человек и говорит, я хотел бы с тобой встретиться. Он сказал, какие дни, я говорю, если только в субботу, он говорит, только на ночь могу приехать. И несколько часов езды я приехал, и мы беседовали 7 часов. Уже где-то по концу беседы я говорю, слушай, ну, кто ты в церкви? Он говорит, пресс-свитер. Я говорю, ну, ты так говоришь, ну, какое богословское твое чин? Он говорит, магистр. Я говорю, ну, 4 года бакалавр, плюс 2 года это магистр. Я говорю, знаешь, говорю, ну, вот я все время, когда ты говоришь, ты же видишь, что я делаю вставки, и у меня постоянно один вопрос. И этот вопрос звучит, зачем? Зачем ты превращаешь в Писание? Мы живем в мире, когда людей, не верующих, встретить очень редко. Мы живем в мире, когда, как написано в Божьем условии, идет тонкое искусство обольщения людей этого мира. И не только людей этого мира, но и тех, которые есть Божьи сыны и дочки. Апостол Павел, будучи движим святым духом, знал наперед. И пишет послание филиппийцам. И говорит им, что или придет он, или не придет к ним. Желание его сердца было, чтобы они были в едином духе. И этот дух был, соединяющий их с Богом, Дух Божий, слава нашему Господу. И второе, о чем он сказал, чтобы они подвязались. Я редко заглядываю в справочники или словари, но я думаю, что я и здесь не заглядывал, но думаю, что это слово означает прилагать усилия в движении, подвязаться. Прилагать какие-то усилия, чтобы спасение, которое получили мы однажды по вере, а не по делам нашим, пребывало в нас. Чтобы мы переходили от веры в веру, от силы в силу. И в служении перед лицом Господним являлись открытым сердцем для Ним. Чтобы не было состояния, которое было у первого человека. Вышел Бог общаться с Адамом и говорит, Адам, где ты? Это повторяли делать многие люди. Это будут те делать, которые, когда придет Он в славе своей, и которые будут говорить, Горы и холмы, пойдите на нас и покройте от лица сиящего на престоле. Братья и сестры, Бог, выражая свою волю в Божьем Слове, желает, чтобы, приходя перед лицом Его на это место, сердце наше чувствовало присутствие Божье. Чтобы голос Божий, который звучит к нам, касался нашего сердца. Чтобы то, что пойдет хор или общим пением, было так, как я люблю этот псалом. И часто его повторяют струн души, рука Христа касается. Вы знаете, очень часто людей этого мира касаются новости этого мира. Какие-то бедствия, какие-то происшествия, которые происходят, и люди теряют мир и управляем паникой или чем-то другим. Когда мы являемся пред Богом в служении, когда сердце наше открыто для Него, Бог касается нашего сердца, слава нашему Господу. И имеючи нужду перед Его лицом, имеючи слезы или радости, когда касается Божья рука, мы знаем, что Он услышал нас, слава нашему Господу. Таков Бог, и таков Его закон, и таков Его святое Слово. Павел пишет в послании филиппийцам. И вспоминается другое место, где Павел говорит о своей жизни. Я думаю, что на склоне своей жизни Он говорит такие слова. «Подвигом добрым я подвязался». Братья и сестры, человек, который в свое время имел большой запас богословского, фарисейского на то время, на то время, я говорю, о том времени, образования, и говорит, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почитал за что? За ссор. Вы знаете, когда мы послужение перед лицом нашего Господа, Бог в простоте, силе и благодати своей говорит к нашему сердцу, чтобы мы имели определенный духовный возраст в следовании за Ним. Второе место – Священное Писание, которое я хотелось прочитать. Это написано в первое послание Тимофею. Это будет 6 глава, 11 и 12 стих. «Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, в благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры. Держись в вечной жизни, которой ты призван и исповедовал добрые исповедания перед многими свидетелями. Подвязайся добрым подвигом». Когда я читаю вот этот 11 стих, здесь конкретно Павел говорит Тимофею, «Ты же человек Божий, преуспевай в правде». Где вы видели в этом мире правду Божию? Ее там нет, зачастую нет и человеческой. И далее говорит он, «В благочестии, это качество, которое не имеют люди этого мира, написано их слава. Где? В сраме так написано, этого мира. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сироти и вдовь их в скорбях. И далее очень важно, и хранить себя неоскверненным от мира. Слава нашему Господу! Благочестие – это то качество, которое нет в этом мире. Подошли к Христу люди, у которых был человек, который был начальником, но написано, что он имел благочестие. В Деянии Апостолов написано про Корнилья и написано опять «Благочестивый». Это люди, которые ощущали присутствие Божье. И их честь была не в ихнем положении в обществе, перед евреями или перед римлянами, но их честь была глубоко в сердце, праведным и правильным хождением пред лицом Бога Вседержителя. И далее написано в Слове Господнем «В вере, любви, терпении и кротости». Да благословит Бог наши сердца, чтобы подвязание нашей веры, прилагая усилия, были таковыми, которые сегодня требуют от нас Божье Слово. Написано в следующем, это 12 стих «Подвязайся добрым подвигом веры». В четверг нас пригласили, я был на подростковом кемпе, и я готовил одну тему. Я думал, и так и предугадал, что для молодежи и подростки она будет актуальна. Это тема целомудрия. И перед темой я открыл Библию и думаю, прогляну некоторые места священные писания, которые говорят об этой теме. И когда я открыл эту тему, я посмотрел этот титул, вторая глава, первый стих. «Ты же говори то, что сообразно здравым учением». Я думаю, сколько раз читал я это место священное писание. И я знаю, что вторая глава титул, она описана более целомудрой. Когда начинаешь читать, ты настраиваешь сразу взять вот то для себя. Но когда я там, перед тем, как беседовать открыли, начал внимательно читать, я посмотрел первый стих. Когда Павел говорит титул «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». Первое, что нужно нам в подвязании к Господу, в подвязании к своей вере и праведности в служении Ему, это чистоту учения Христова в своем сердце. Вы знаете, я однажды наблюдал такую картину. В одной семье, так скажем, один из ребенков, немножко было у него дефицит послушания. И я увидел, что мать взяла этого ребенка, посадила и открыла Ветхий Завет и стала просто читать про непослушание одного ветхозаветного царя. Просто читать. И я себе отошел и думаю, это же мудрость. Братья и сестры, Слово Божие в наших устах, Слово Божие в наших сердцах, для того, чтобы путеводиться им, хваление нашему Богу. И вы знаете, почему-то сегодня хочется говорить об Илье, помните, священник, который поставлен был для того, чтобы служить народу, совершать святыни перед лицом Господнем и перед лицом Израиля. Но Слово Божие говорит ему, я уже недавно читал, проповедовал на эту тему, говорит, не убызывал своих детей. Второе написано место, священное писание. Вы помните, написано про человека, который был великий начальник войска сирийского, Нейман. И написано, Бог давал ему и доставал много побед для царя сирийского, но этот человек был прокаженный. Я себе думаю, братья и сестры, мы можем многое в этой жизни, Бог может много давать побед. Мы можем многое приходить, но стоят моменты, когда ты чувствуешь, что твои силы слабеют, и проникает как будто какое-то поражение. И Слово Божие говорит нам сегодня, оно есть истина и непреложно. Слава нашему Господу! Вы знаете, когда мы говорим о подвязании, когда мы говорим о том, что жизнь христианина, это исток, что следовать за Христом, это нелегко. Вы помните, многие места священного писания, одно из них, когда подошли к Христу те, которые хотели следовать за Ним, и сказали, мы пойдем за тобой. И Христос сказал, лисицы имеют норы, птицы небесные имеют гнезда, а сыну человеческому негде, главы своей преклонить. Вы знаете, мы живем в время, когда как никогда, время благоприятное для плоти. Я это уже неоднократно повторяю, но мы живем в то же самое время, когда как никогда, тяжело для внутреннего человека приближение к Богу, стремление к праведности и святости, хождение перед лицом Его. Когда Христос был на земле, Он это все предвидел. И однажды был один такой момент, вы помните, когда ученики, 70 учеников возвращались, будучи движими силой Божией, благодатью Божией, и радовались, что и бесы им повинуются. Но настал один момент, когда Христос сказал им слово благодати, слово, которое нужно было принять, веру и вселиться Христу в их сердца. И когда они услышали, что без участия Христа в их жизни, без того, чтобы распяться Христу, без того, чтобы вкушать Его тело и пить Его кровь, духовно соединиться с Ним, невозможность жизни, полноценной во Христе Иисусе, они просто отошли. И Христос говорит до 12, не хотите ли вы отойти от Меня? И вот был один среди них, которому нечто открыл Бог и говорит, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Бог сегодня говорит к тем, которые оправданы и омыты Его святою кровью. Мы должны жить в обновленной жизни, мы должны видеть Христа каждый день, Христа, который бы благоуставлял, Христа, который способен обличать мои и ваши поступки, когда мы правы и наоборот, когда мы неправы перед Его святым лицом. Место священописания, третье, которое я читаю, это написано в Евангелии от Матфея, 7 глава, написаны такие слова. 13 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Вы знаете, Христос пришел на землю, достигший определенного возраста, и первое, что описано в Евангелистов, это Матфей пишет, что он стал, и стал говорить учения. И люди, которые слушали Нагорную проповедь, я думаю, это касалось точно только евреев, они были удивлены, потому что помимо блаженства, которое сказал Христос, и того блаженства, которое не совсем вписывалось в разум человека, ветхозаветнего, Христос сказал, «Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам». «Вы слышали, что сказано древним, А я говорю вам, братья и сестры, но когда Христос, перед тем, как сказать, вы слышали, что сказано древним, после благословений сказал им такие слова, «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего небесного Бог во Христе Иисусе дал нам великое обетование». Но самое большее обетование – это то, что Он сделал нас святыми людьми. И вы знаете, я с этим человеком, уже было воскресенье утром, и он говорит, слушай, сейчас на час дня будет воспоминание, поехали. Я говорю, я не участвую просто так, 7 часов проспорить с человеком, и сразу идти участвовать. Он говорит, я никогда не готовлюсь. И знаете, я подумал, что это мнение одного человека. И потом вечером в одном небольшом служении я слышу одного гостя, и он начинает учить людей и говорить, вы знаете, вы можете свободно участвовать в воспоминаниях без исповедания веры в кровь Иисуса Христа. И я понял одно – дух этого мира, дух заблуждения одинаков, чтобы совратить, чтобы дать погибель, чтобы лишить Божьего народа святости и чистоты вхождения перед лицем Его. Бог слышит молитву праведника. Молитвы, которые мы несем перед лицем Его, они очень часто бывают молитвы и просьбы. И это нормально. Да, мы проповедники, служители, говорим о том, что нужно много благодарить. Это так. И написано, за все благодарите. Но это нормально. Когда в своих житейских переживаниях я иду не к человеку. Я иду даже не к брату или по крови, я иду к кому-то знакомому. Но когда я прежде всего иду к Богу. Я однажды встретил одного человека, у которого было очень много проблем со здоровьем. И мы побеседовали. Он потом звонит мне и говорит, я использую сейчас одну клинику, другую, третью. И если это все не поможет, я тогда пойду по евангельскому пути. И я ничего не сказал. Я просто подумал, Господи, это неправильно. Прежде всего нужно обратиться в молитву Господу. Но если не будет праведности, но если не будет святости, если не будет чистоты вхождения перед Ним, сможет ли Бог услышать мою молитву? Может быть, у меня будут слезы, может быть, у меня крик, но не будет святости моего сердца. И Бог не слышит молитву, потому что Бог слышит молитву праведника. Прежде чем дать Господу глаз свой в молитве, нужно покаяться, бывает, перед Ним. Нужно смириться перед Его лицом, для того, чтобы Его благодать и сила снизошла в милости и благодати своей. Слово Господне. Павел, когда писал послание филиппийцам, его желание было желанием любви. Его желание было видеть их не в духе этого мира, но в духе Христом. Его желание было слышать, что они единодушно подвязаются за веру евангельскую. И это Слово почему-то в предведении Божьему оставлено для нас, для того, чтобы мы были совершенны, для того, чтобы течение нашей жизни и подвязание нашей жизни было по Слову Божьему, было в истине Слово Божьего. Я еще несколько напомню про подвязание в Слове Божьем. Написано в Слове Божьем, где Павел пишет послание Тимофею, это будет второе послание, первая глава, написано 13 стих, «Держись образца здравого учения, которые ты слышал от меня с верой и любовью во Христе Иисусе». Павел, который никогда не знал Христа и преследовал тех, которые следовали за Христом, у которого в разуме был багаж, я думаю, не хуже у теперешних магистров и богословов. И когда он говорит в послании Тимофею, говорит, «Держись образца здравого учения, которые ты принял от меня». Я думаю, Павел, настолько нужно иметь сердце, которое доверяется Богу без всяких вопросов, просто довериться Ему, поломать от того ветхого человека, сораспяться Христу и говорить, уже не я живу, но живет во мне Христос. Многие скажут, Павлу нужно было для великого служения, для благодати Божьей, для исцелений, для того, чтобы проповедовать в Риме стоять, не только перед иудеями, но и перед правителем. Братья и сестры, матеря, это нужно вам, чтобы детям преподать здравое учение. Отцы, это нужно нам, для того, чтобы дети наши ходили в истине благодати Божьей. Вы знаете, мы недавно попросили детей открыть одно место в Священное Писание, послание фестивалей кийцов. Я это не слышал. Другие братья рассказывали, и они начали искать. И один говорит, у моей Библии это нет, а другой говорит, а я думаю, что я не могу найти, у моей тоже, значит, нет. У тебя есть, говорит, значит, ты читай. Братья и сестры, те, которые уже хоть немного должны знать состав Евангелия, мы сегодня живем в опасное время, когда как никогда дьявол, он не будет протестовать против того, чтобы мы и я, или дети наши сидели в служении, но он будет протестовать и прилагать все усилия, чтобы сидя в служении, они не знали Бога. Или мы, пришедшие в служение, не увидели и не услышали его голос. Не так важно прийти в служение, как важно прийти и услышать голос Божий. Не просто прийти и уйти, и остаться таковым, с каменным сердцем, на которых зерно Слово Божие не садится, потому что птицы мысли остаются, и они атакуют, и человек каменным сердцем, и не может открыть. Бог говорит Моисею, вы помните, дает им закон. У нас закон, у вас тоже, я думаю, конституция, мы говорим на Украине, основной закон. И вот Бог дает Моисею основной закон. Каменные скрижали, дело Божие и письмена Божии. И когда Бог давал первые скрижали, говорит, сойди, ибо народ, который ты вывел, развратился. Что произошло? Они устали ждать. Они не чувствовали сердцем божественное присутствие. Они видели громы и молнии, но это было недостаточно. Недостаточно слышать хорошую проповедь, достаточно того, и необходимо, чтобы она коснулась твоего сердца. Недостаточно видеть чудеса и знамения. Нужно, чтобы в этом услышать голос Божий и сказать, Господи, действительно, ты живой. Израиль видел гору дымящую, но не стало Моисея на определенное время. Они говорят, не знаем, что с чьим человеком сделалось. Сделай нам Бога. Аарон вроде почувствовал, что это неправильно, и говорит, снимите золото ваше, сердце с ушей. Я читаю это место и думаю, он как будто поставил небольшое преткновение. Но желание плоти, похоть плоти имеет великую силу в сердце грешного человека, отступающего от Бога. И они это все сняли. И Слово Божие говорит, что вроде как-то так раз, и Аарон уже сделал им этого золотого теленка. И они сказали, вот Бог, который вывел тебя из земли египетской. Братья и сестры, нам сегодня всем необходимо такое служение, когда Бог бы говорил нежным голосом Святого Духа, когда бы проповедники, братья-служители, когда бы хор пел так, чтобы сердце наше радовалось в благодати Божьей. И однажды там, в Украине, было в одном служении, очень хорошо пела группа, очень плохо она была одета, и очень плохие были слова. Только просто звучание, голос хорошее. Я понял одно, Бог поговорил. Мне нужны артисты, мне нужен хороший голос, мне нужен до хорошего голоса хорошее богобоязненное сердце, ходящее пред Господом. Слава нашему Богу! Братья и сестры, люди, которые извращают Писание, ходят как попало, говорят, что попало, одеваются как попало, и говорят, Бог смотрит на сердце. Но какой избыток сердца у этого человека? Вот избытка сердца, говорят, уста. Вот избытка сердца, мое поведение, все, что я делаю, это есть желание моего сердца. Кто положит что в мое сердце? Какое доброе или недоброе подвязание в моем сердце? И Павел говорит филиппийцам, подвязайтесь добрым подвязанием веры евангельской, да благословит всех наш Бог. Я никого сегодня не учу. То, что я говорю, говорю прежде для себя. Мы, может, недели две были в Сакраменто, сидели, беседовали с одной семьей. И в это время ихнему одному сыну по телефону пришло сообщение. И он подошел, говорит, мама, смотри, что пришло, он открывает видео, и я смотрю, там на Украине церковь, и на сцене группа, детский кэмп, на сцене группа, все в шортах, поют непонятно что, и зал себе радуется, только не сердцем, а ладонями своими. И он показал это матери, она заплакала, и говорит, смотри, ты узнаешь это здание? Я говорю, да, братья и сестры, обрешение, оно очень хитрое, но сердце сокрытое человека, может быть, открыто перед Богом. И когда пришел Христос и идет, и Затхей залез на смоковницу, что-то произошло. Христос идет и говорит, сойди скорее, не надо бы быть в тебе дома. Не написано, что он говорил с этим человеком подробно, но говорит Затхей, «Кого обидел? Воздам вчетверо». Братья и сестры, когда Бог делает работу, Он делает ту работу, которую не делает никакой человек. Я могу пробеседовать с человеком час, два и три, но если Бог не сделает работы в сердце, и вы тоже самое можете беседовать, не будет никакой пользы, но если есть работа Святого Духа, Божественной Благодати, тогда семья Божьего Слова падает на почву, и камни отбрасываются, отбрасываются, и плодородие появляется, и приносим Богу добрый плод, прежде всего праведности, святости и чистоты хождения перед Его лицом. Да благословит нас Бог, чтобы в служении Ему мы стремились иметь это доброе подвязание, мы стремились иметь эту добрую веру, мы стремились, Господи, что бы то ни стоило нам, мы хотим быть вблизи Иисуса. Я знаю, где есть Бог и где Его нет. Я знаю, там, где простота учения Христова, там есть Он. Там, где нет славы человеческой, там есть Божья слава, слава нашему Богу. Я верю, настанет то время, когда Бог посетит свой народ. Этого чаяли очень многие люди Ветхозавета. Это чаял Симеон, это чаяла Анна. И Бог открыл, маленького Иисуса взяли на руки свои и сказали, ныне ты отпускаешь раба твоего. Ему нужно было еще 30 лет расти физически, духовно. Он был всегда в совершенстве, потому что он был сыном Божьим. Но с верой этот человек взял младенца и говорит, что спускаешь. Ибо пришло избавление, я говорю своими словами Израиля, слава нашему Господу. Я верю, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. В праведности, в святости, в чистоте и в действии своей благодати. Его заповеди или требования, хотя многим не нравится это слово, свободным людям. Они не нравятся людям. Люди не хотят себя ставить в рамки. Но же сам Христос сказал, подвязайтесь в уйти сквозь тесными вратами. Мы не можем это слово просто взять и отставить его. И когда говоришь с этим человеком, он говорит, слушай, у тебя нет духовного роста. Ты не так понимаешь Божье Слово. Ты, это просто закоренелая религия. Братья и сестры, грех он всегда был и есть грехом. Праведность Божия, она всегда есть и есть праведностью Божией. Ничем человеческим ее сопоставить нельзя. Что мы изберем, то будем иметь. Что посеется на нашем сердце, то дать плоды. И хорошо, когда эти плоды будут 30, 60, его 100 крат. И придет время, и пошлется серп на землю. И придет время собрать в житницу Господню. И как хорошо будет восклонить головы свои и сказать, вот Бог наш, на Которого мы уповали в стесненных обстоятельствах, в слезах и радости, в переживаниях и горе. Его рука была над нами, его благо нам. Потому что рука его не сократилась на то, чтобы миловать. Слава нашему Господу. Я хотел бы призвать всех нас к молитве, чтобы мы помолились о том, чтобы Бог благословил свое наследие. Церковь свою повсеместно. Чтобы, будучи Божьими детьми, мы стремились о том, чтобы подвязание нашей веры, то, что мы приняли от родителей, то, что мы приняли от Христа, оно было в нас возрастало. По знанию написано, мужа полного возраста Христового, переходя от силы в силу, от славы в славу. И дальше написано, являясь или являясь перед Господом на Сионе. Это очень важно, являться перед Господом. Потому что люди, которые были перед Христом, Он видел их не в сердца. И однажды сказал ученикам, а что вы, говорит, разговаривали по дороге. Однажды сказал тем книжникам, которые хотели уловить Его, потому что Он знал сердце. Когда мы при лицом Господнем, мы ощущаем, что сердце мое видит и слышит Бог. И если там что-то есть, сразу начинается сокрушение сердца. И ты говоришь, Господи, вот это у меня есть, но я хочу Тебя очисти и освяти, чтобы храмина моего сердца была Богоугодна Тебе, чтобы я был сосудом чести, благопотребным владыке на всякое доброе дело. Аминь. Будем молиться. Аминь. Будем молиться.